Ну, хотелось бы познакомиться с аудиторией. Я так возрастной приблизительно ваш уже установила, средний возраст аудитории. Но мне интересно, врачи у нас есть или все не врачи? Все не врачи. Поэтому, конечно, я буду от терминологии стараться вам просто рассказывать проще, чтобы было доступно для всех. Ну, вот на самом деле, если рассматривать все заболевания, которые мы встречаем в гинекологии, основную часть их составляют нарушение менструального цикла. Нарушение менструального цикла. Что такое менструация, вы знаете, да? Это те дни, потому что понятие менструального цикла, многие не знают, что такое цикл и что такое менструация. Менструация – это те дни, когда у женщины появляются кровенистые выделения из половых путей, а менструальный цикл – это время с первого дня менструации по первый день следующей менструации. Чтобы вы не путали эти понятия, потому что сейчас терапия, которую я вам буду надиктовывать, будет соответствовать циклу менструальному. По статистическим данным, порядка, наверное, 23% девочек-подростков нуждаются в коррекции менструального цикла. У вас у всех есть дочери, есть внучки, поэтому особенно в мегаполисе становление менструального цикла – это очень сложное дело. Но это вот те проценты от 100, которые официально обращались к врачам, и, как правило, были заведены истории болезни на этих девочек. То есть это больные, которые попадали уже в стационар. А если взять всех девочек-подростков в целом, которые обращаются просто с нарушением менструального цикла в амбулаторном порядке, то их, я думаю, даже больше половины на сегодняшний день. Что самое приятное, что более чем половине этих девочек мы можем помочь, не прибегая к гормональной терапии, а только лишь назначая им препараты фирмы НСП. Чем хороши препараты фирмы НСП? Вот у меня никогда не складывалось впечатление, что это биологически активные добавки к пище. Вот я всегда к нашей книжечке от Адая отношусь как к лекарственному справочнику. Потому что на самом деле, хоть эти препараты считаются как фитопрепаратами, но иногда они более эффективны, и у нас нет альтернативы в лопатических препаратах, к которым мы привыкли в аптечной сети, по своему воздействию на организм. Чем мне еще нравятся эти препараты? Тем, что они оказывают не конкретное какое-то действие на организм, они оказывают общий воздействие на организм. Даже монопрепараты, то есть составляющие одна травка, она оказывает комплексное воздействие. Ну, возьмите самый простой репейник, все его знают. Это не только у нас препарат, который обладает мочегонным свойством, он и противовоспалительным свойством обладает, он и дезинтоксикационным свойством обладает, он прекрасно очищает лимфу, то есть он очень хорош при любых кожных заболеваниях, при любых интоксикациях. И так любой препарат, он обладает комплексным воздействием на организм. Поэтому применять биологически активные препараты именно в эндокринологических нарушениях в организме более чем целесообразно. Чаще всего обращаются девочки к врачу, приходя с мамами. Да, вот молоденькие девочки, 15-16 лет, еще не ведущие половую жизнь, жалуются на нерегулярные менструации. Что в таких случаях прежде всего? Ну, желательно, конечно, сдать гормональный фон этим девочкам, но если нет такой возможности, можно просто предположить, что в таком возрасте у нас просто яичники устроены так, яичники выделяют женские половые гормоны. И они устроены так, что с начала менструальной функции у девочек вырабатывается много эстрогенов, это женские половые гормоны, которые вызывают эструс, течку, да, в переводе с латинского. Почему их назвали эстрогенами? Потому что они вызывают эструс. А прогестерона, это гормон беременности, его, как правило, выделяет организм меньше. И вот на этом фоне возникают дисфункциональные состояния и дисфункциональные даже маточные кровотечения. Это бывает, к сожалению, у молоденьких девочек и у женщин старше 35 лет. Потому что, опять же, физиология яичника такова, что сначала сокращается выработка прогестерона у всех женщин после 35 лет, а потом уже эстрогенов. Поэтому можно предположить, что у девочек этих не хватает прогестерона. И вот, наконец, появляется у нас препарат негормональный совершенно, который обладает очень хорошим гормонально подобным действием. Это не что иное, как витамин Е. Чем хорош натуральный витамин Е, который есть у нас в фирме НСП? Тем, что он содержит разные фракции токоферолов. Вот если разложить составляющие, в принципе, токоферолов на сегодняшний день уже очень много, известно, порядка 20. Но уже доказано, что гамма и дельта токоферолы, это вам не нужно уникать, просто вот можете себе отметить, что гамма и дельта токоферолы, это является растительным пропрогестероном, естественным пропрогестероном. Что значит пропрогестерон? В организме, организм их перерабатывает, витамин Е, в наш родной прогестерон. Чем хорош этот вот витамин Е? Что касается магазинного, ну, магазин аптечного нашего, да, витамина Е, да, он красивенький, он в кругленьких, красненьких капсулках, но это альфа-токоферол, это синтетический токоферол. Он не обладает, к сожалению, пропрогестероновым действием. Поэтому то, что назначают девочкам Айвит во вторую фазу, или назначают беременным женщинам витамин Е, он своей функции как таковой не выполняет. Я уже не говорю о том, что синтезированный витамин Е, вообще все синтезированные витамины, не экстрагированные, вот наш витамин Е, он экстрагирован из растительных масел. Чем он и хорош. А синтезированный витамин Е, он, к сожалению, я уже не буду говорить вам, из чего его делают, но смысл такой, что усваиваются все синтетические витамины от 4 до 9%. То есть сколько надо его съесть, этого альфа-токоферола, чтобы он как-то подействовал на организм. Биоусвояемость у синтезированных препаратов очень низкая. Поэтому витамины должны быть экстрагированы. В основном из растительного сырья их экстрагируют. Так вот, что нужно этим девочкам предложить. Им нужно во вторую фазу цикла. Вот этот менструальный цикл, он среднестатистический, у нас 28 дней. Его делят на две фазы. Первая фаза 14 дней и вторая фаза 14 дней. Первую фазу обуславливают эстрогены, вторую фазу гестогены, в частности прогестерон. Естественно, когда нам нужно дать девочке этот прогестерон в виде витамина Е? На вторую фазу цикла. То есть с 16 по 26 день цикла. С 16 по 26 день менструального цикла. Минимальная терапевтическая доза 400 МЕ в сутки. 400 МЕ. То есть по две капсулы два раза в день. Ну, вы, наверное, на лекции ходите и слышали, и знаете, и, может быть, из литературы знаете, что витамин Е очень хорошо сочетается с витамином С. Это витамины-синергисты. Они усвояемость друг друга улучшают. И витамин С, он предохраняет витамин Е от окисления, поэтому их лучше сочетать вместе. Витамин С нужно назначать по полграмма два раза в день вместе с витамином Е. По две капсулы два раза витамина Е, по полтаблеточки два раза витамина С. Сразу мамочкам надо сказать, что терапия – это она самая физиологичная, но она длительная. Потому что мамочки приходят с претензией. Вот, вы нам назначили лечение, оно не работает, оно не подействовало. Я говорю, как не подействовало? Ребенок витамины пил – пил. Менструации были регулярные – регулярные. Но вот мы пропили, а теперь у нее опять менструации нет, запаздывают. Поэтому сразу нужно сказать, что витаминотерапия циклическая, она назначается на три, лучше на шесть месяцев. Организм девочки надо научить циклически работать. За один месяц такое вы не сделаете. Поэтому сразу, ну слава богу, там на 180 капсул, вот пусть все эти 180 капсул с витамином С девочки и принимают. Очень часто сейчас приходят молодые девочки с жалобой на отсутствие менструации. То есть менструация была, и вдруг ее не стало. Почему случается такое? Ну, чаще всего эти девочки хотят быть фотомоделями или просто моделями. И они усиленно худеют. При достаточно больших физических нагрузках резкая потеря веса. Вот еще в мою молодость врачи, гинекологи, эндокринологи не брали с лечения дисфункциональное состояние, если в женщине было меньше 50 килограмм. Девочкам всегда говорили, наберете 50 килограмм, и все будет само собой. Но попробуйте девочке, которая добивалась там каких-то 45 килограмм при метр 75 росте, сказать, что вот вам надо набрать 50 килограмм, но в лучшем случае она в ваш адрес ничего не скажет. В худшем пройдется по поводу вашей комплекции и уйдет, выркнув. Поэтому этим девочкам надо сказать, что у них действительно за счет того, что они сильно похудели, нарушен метаболический баланс, который им нужно поправить. Им нужно это восстановить. Каким образом? Вы назначаете лучше всего или ТНТ, или еще лучше Нутриберн, или сейчас вот новый, пожалуйста, Солстик Нутришн. Вы знаете, что это сбалансированное практически питание. Вы назначаете не меньше, чем на 10-14 дней. Нутриберн, или ТНТ, или Солстик Нутришн. Новый Солстик, который вот теперь у нас имеется. Для того, чтобы восстановить витамино-минеральный баланс в организме, учитывая то, что все эти коктейли содержат аминокислоты, отчасти организм придет в себя. И на фоне уже вот этого лечения, не прекращая его, то есть не прекращая приема коктейля, вы даете витамин Е с витамином С. Здесь витамина Е можно дать даже побольше, до 8 капсул в день. Ну, как угодно их дробить. Или по 2 капсул 4 раза в день. Но это неудобный на самом деле прием, потому что женщины, как правило, да, лучше на 2-х разовый прием. То есть 4 капсулы утром, 4 капсулы вечером. И не меньше грамма, а то и 2 грамма витамина С. То есть по таблетке витамина С утром и вечером на 10 дней. После этого в течение недели надо ждать менструацию. Если менструация не приходит, да, вы дали на 2 недели вот метаболическую терапию, то есть коктейль. Если мы вместе с коктейлем дали еще плюс на 10 дней витамин Е с витамином С, менструации нет. Что в таких случаях делать? Можно добавить ко всему, что она получает, то есть также витамин Е с витамином С, также коктейль, еще добавить дикий ямс. Потому что дикий ямс, он обладает как раз больше гистогенным действием, прогестероноподобным действием. То есть действием гормона второй фазы цикла. И тоже на 10 дней. Ничего не прекращая принимать. Еще раз повторю. 14 дней коктейль. 10 дней к коктейлю вы добавляете витамин Е с витамином С. Потом отмена, неделю ждете. Через неделю на 10 дней коктейль, витамин Е с витамином С и дикий ямс по одной капсуле два раза в день. На 10 дней. Ну, если в принципе при этом присутствует гинеколог, то можно после того, как вы дадите первый раз без дикого ямса еще витамины только, сделать ультразвук, посмотреть, как и что у девочки там есть. То есть была овуляция, не была овуляции, какой там эндометрии, ждать его отторжения или не ждать, тогда можно еще подождать какое-то время. Но это уже как бы контроль врача должен быть ультразвуковой. Если нет такой возможности, значит, даете опять же на 10 дней витамин Е, витамин С, добавляете дикий ямс, коктейль не помешает. Сюда же и коктейль. 10 дней даете, отмену, неделю ждем менструации. Менструации нет, значит, Палентин Николаевна. Значит, ваше уже как бы участие в этом ребенке закончено. Надо искать другие причины. Если у девочки болезненные менструации, мы как бы по возрастам пока идем, да? Так называемая альгодисменорея. С дисфункцией мы уже поняли, что делать. Если у девочки болезненные менструации, в этой ситуации можете также давать во вторую фазу витамин Е, витамин С, потому что это может быть обусловлено действительно дефицитом прогестерона состояния. Очень хорошо ей дать на вторую фазу еще омегу-3, потому что может быть нарушена просто выработка простагландинов. Тоже вам не надо углубляться в это. Но это вещества, которые могут как раз вызывать боль. Поэтому полинасыщенные жирные кислоты снижают уровень выработки воспалительных простагландинов. Поэтому очень хорошо дать на вторую фазу омегу-3 с лицетином можете сочетать. Хорошее очень вообще сочетание. Я вообще считаю, что омега-3 и лицетин должны на каждом столе стоять у всех. Особенно у людей старше 40 лет. Что еще этим девочкам хорошо дать? Еще есть у нас такой прекрасный препарат, как лика-райс. Солодка. Лика-райс. Да, солодка. Если у девочки боли вызваны именно воспалительным процессом, бывает такое, что девочка переохладилась, особенно во время менструации. Где-то там посидела, где-то на попе с горки покаталась. И после этого у нее начались очень большие боли именно во время менструации. Потому что менструация обостряет хронический процесс, если он у девочки есть. Вот в этой ситуации очень хорошо снимает боли лакричник. Его можно дать длительно, до полутора месяцев. Да, лучше одну капсулу утром натощак. Ну, зависит еще, я всегда говорю, когда говорят о дозировке, смотрите на этого ребенка. Или смотрите на женщину, которая к вам пришла. Да, потому что женщине 45 килограмм или женщине моей комплекции надо давать разное количество препаратов. Так же, как, собственно, как и аллопатические средства. Да, вот все наши средства аптечные, они рассчитаны на средний вес 70 килограмм. Поэтому отсюда тоже нужно как бы исходить. Начните с одной капсулы. Всегда надо с минимального исходить количества препарата. А потом уже, если не помогает, можно добавить. Ну, вот лакричник лучше утром натощак, потому что, опять же, многогранное воздействие на организм, и он очень хорошо и иммунитет укреплять будет ребенку, и воспаление не только в придатках снимет, но и везде, где они есть. Потому что лакричник обладает очень многосторонним тоже воздействием, кортикостероидоподобное действие. То есть, ну, хороший препарат. Если же, можно еще попробовать дать фитотерапию девочкам. То есть, также дать дикий ямс во вторую фазу цикла. Есть такое понятие гипоменструальный синдром. Гипоменструальный синдром – это скудные менструации. Тоже сейчас таких женщин достаточно много. Это говорит о чем? О том, что яичники достаточно плохо работают. Раз не работают. Почему малого деления? Потому что эндометрия, то есть внутренняя выстилка матки, которая отторгается ежемесячно во время менструации, она недостаточно полнокровна, недостаточно толста. Поэтому, естественно, если этот слой тонюсенький и мало в нем сосудов, это и будет скудная менструация. Что в таких случаях хорошо сделать? Показана циклическая витаминотерапия, которую мы с вами записали. Сюда бы хорошо еще в первую фазу цикла добавить фолиевую кислоту. Но, к сожалению, у нас ее нет. Но пока покупайте официальную в аптеке по таблетке 3 раза в день, с 5 по 15 день цикла. С 5 по 15 день фолиевая кислота. А во второй фазу вы уже знаете витамин Е с витамином С. И сколько тоже знаете. Две капсулы витамина Е и по полтаблеточки витамина С. Так, что касается гипоменструального синдрома, то обязательно еще нужно добавлять препараты гингобелоба. Потому что гингобелоба улучшает микроциркуляцию во всех, конечно, органах и тканях, в том числе и в органах малого таза. Естественно, функция яичников улучшается. И кровоснабжение матки улучшается. Все время. При гипоменструальном синдроме даже во время менструации гингобелоба не отменяется. Вообще, это препарат, который заставил меня прийти в нутрициологию 17 лет назад. Или 18 уже. Препарат, в который я влюблена. Который я пью практически постоянно. Препарат, который продается. Представьте себе все аптечные формы, какие только можно придумать от клизмы и перевязочного материала до самых современных каких-то ампулированных средств. 3% от всего этого это препараты гингобелоба, которые пьют в Германии, например. То есть это огромное количество людей считают, что это вообще препарат номер один. Всем после 40 лет рекомендуют принимать гингобелобу. Просто это от темы немножко отклонилась. Препарат гингобелоба, потому что это микроциркуляция, это лучшая профилактика инсультов и инфарктов. И мужчин, и женщин. А это даже лучше, что у нас нет гинголонг сейчас. Потому что что делает гингобелоба? Она улучшает микроциркуляцию, улучшает состояние стенки сосуда. Улучшает реологию крови. Но сосуды у нас находятся в соединительной ткани. У нас весь организм это соединительная ткань, то есть строма, скелет. Не скелет в костном понимании, а вот все мы, как растения, все в прожилочках. У нас это все соединительная ткань. Так вот соединительная ткань поддерживает как раз готу кола. Хотите ходить без морщин, значит пейте гингобелоба с готу колой. Гингобелоба с готу колой. У нас нет в чистом виде гингобелоба. Поэтому сочетание гингобелоба с готу колой это даже лучше, чем гингобелоба в чистом виде. Сколько нужно принимать гингобелоба по таблетке два раза в день? Вы знаете, классическая фитотерапия говорит, что лучше принимать все натощак. Все травы пьются натощак для большей эффективности. Я единственное не могу это сказать по поводу наших препаратов, в которых входит каенский перец. Вот с каенским перцем здесь да. То есть это лучше после еды, потому что практически у всех, у кого есть высшее образование, и даже среднее специальное, все с гастритами у нас. Поэтому вот, чтобы не было обострения гастрита, потому что вы недели две попьете, а потом у вас будет обострение гастрита, вы не сможете. Вот, но с каенским перцем лучше после еды. А что касается солодки, что касается гинга, что касается хрома, что касается горцинии комбинейшн, все это препараты, которые лучше принимать натощак. Так же, как и мочегонные и коллагонные препараты, их всех лучше принимать натощак. Более эффективное будет действие. Так же, как и флору. Ну, то есть, очень много препаратов, которые рекомендуют принимать натощак. Вот то, что мы с вами говорили при гипоменструальном синдроме, то же самое можно и отнести, ту же терапию, к терапии гипоплазии матки. Что такое? Это маленькая матка, да, их называют инфантильная или детская матка. Все то же самое можно назначить. То есть, та же циклическая витаминотерапия, тот же дикий ямс. И препараты гинга-бутукола. В этой ситуации я бы еще добавила и страв. Есть у нас такая замечательная тоже добавка, как ее, ну, препарат. Эфсис Дон Ква. Это при гипоплазии? Эфсис Дон Ква. При гипоплазии, да, при детской матке, при инфантильной матке. Это препарат в основном эстрогеноподобного действия. И вот за что люблю фирму НСП, что есть отдельно дикий ямс и есть препарат, который обладает эстрогеноподобным действием. Поэтому мы можем ими манипулировать так же, как гормонами, назначая их эстрогены в первую фазу, гистогены во вторую фазу. Эфсис Дон Ква нужно так же, как фолиевую кислоту, с 5 по 15 день цикла назначать. Если женщина худенькая, то достаточно одной капсулы. Если больше 60 килограмм, то по одной-два раза в день. Вторая по процентному содержанию нозологическая форма – это воспалительные заболевания. Воспалительные заболевания чаще всего, конечно, это придатков, реже матки. Они бывают острые, когда это боли внизу живота, высокая очень температура. Гноевидные выделения могут быть. Состояние острое, чаще всего приводящее к стационарному лечению. Естественно, врачи вряд ли вам разрешат, вот только нашими препаратами, лечить таких женщин. Не разрешат. Но когда взяты уже, вот такая женщина обычно поступает в стационар, ей сразу берутся посевы, мазки, и потом назначается антибактериальное лечение. Вот тут вы, если это ваш достаточно близкий человек, знакомый, родственник, можете поучаствовать в лечении. Каким образом? Какой у нас препарат действует на огромное количество бактерий? Серебро. Серебро, да, серебро. Серебро на 650 видов различных микроорганизмов воздействует. Это касается не только гинекологии. Это у вас палочка-выручалочка от всего. Поэтому вот в острый период, тут, конечно, сам Бог, что называется, велел. И если вы дадите такое интересное лечение, буквально 10-12 капель под язык, через каждые 2 часа, у вас температура в течение суток снизится. То ли это воспаление придатков, то ли это бронхит, то ли это пневмония, то ли холецистит, что угодно. Острое состояние будет купироваться. И сколько дней? Вы знаете, вот если снизилась у вас температура, то вы даете уже, как в книжечке написано, да, по полчайной ложечки, да, или по чайной ложечке два раза в день. Почему под язык? У нас очень уникальная зона под языком. Введение препарата. Почему нитроглицерин под язык дают? Когда они задумывались? Потому что там сосуды, это равносильно внутривенному введению препарата. Раньше септические заболевания лечили, когда не было антибиотиков, еще до эру, до антибиотиков, внутривенным введением спирта. Спирта? Да. И такие, еще на моей памяти. Да, была у нас наша акушерка, у нее была непереносимость к антибиотикам, а был сепсис. Вот лечили ее внутривенным введением спирта. Поэтому, вот, что касается коллоидного серебра, конечно, это замечательный препарат. И он очень быстро купирует такие вот острые состояния септические. Что касается еще, чем можно помочь. Как правило, да, эти женщины отказываются от еды. Ну, любой человек с температурой 40 от еды отказывается. Чем надо подкормить? Нашими коктейлями, да, любыми. Тин-ти, нутри-берн. Опять же, солстик, нутришн. То есть, минерально-витаминный комплекс обязательно. Лучше в жидком виде. Обильное питье. И обязательно, вот, как правило, у нас врачи забывают о том, что если они провели курс антибактериальной терапии, то флору надо восстановить. Обязательно элбиотики. И что еще хорошо при приеме антибиотиков, это ферменты. Об этом тоже все забывают. Какие ферменты? У нас их море. У нас есть протеаза, у нас есть пищевые ферменты. Почему ферменты? Потому что существует сейчас целое направление энзимотерапии. Практически при любом воспалительном заболевании энзимы показаны. Чем нам помогают энзимы? Они растворяют оболочку бактерий и выводят тех уже микроорганизмов, которые погибли быстрее, выводят. Интоксикацию быстрее уходит из организма. Но все эти ферменты, опять же, нужно принимать строго натощак. За 40 минут до еды или через 2 часа после еды. Иначе они будут работать как пищевые ферменты, только переваривая пищу. А так, если вы их принимаете натощак, они прежде всего оказывают очень хорошее противовоспалительное действие и рассасывающую терапию. Поэтому энзимы можно принимать долго, месяц-два, особенно женщинам с воспалительными заболеваниями с целью профилактики спаечного процесса. Почему нас очень волнует воспаление, особенно у девочек? Да потому что они потом не могут забеременеть. Из-за того, что спаечный процесс поражает трубы. И приходится таким женщинам отправляться на экстракорпоральное оплодотворение блага. Оно сейчас существует у нас. Поэтому в острый период, еще раз повторим, да, коллоидное серебро на 2-3 дня. Энзимы с первого дня. Коктейли, конечно, с первого дня. Коктейли, как питание. И эубиотики сразу после курса антибиотиков. Почему одномоментно не назначать? Потому что, ну, будут убиваться теми же антибиотиками. Это что касается острых воспалительных заболеваний. Но гораздо большую группу составляют у нас хронические воспалительные заболевания. А вот здесь я преимущественно лечу как раз нашими препаратами НСП. Я уже смешно сказать, с появлением наших препаратов беременным вообще антибиотики не назначаю. Никогда. Может, меня кто-нибудь за это ругает, но сейчас не назначаю. У нас есть замечательный препарат, который называется, я говорю, это по созвучию подарок для аукшеров-гинекологов. Да, Паудеарка. Препарат уникальный. Почему? Потому что он убивает бактерии, грибы, вирусы. Еще его называют лопачо. В переводе это вообще кора муравьиного дерева. Мало того, что он убивает всю патогенную и условно патогенную. Что такое патогенный? Это болезнетворный, да? То есть, который вызывает болезнь в организме, в микроорганизме. Так вот, убивает всю патогенную и условно патогенную флору и не трогает практически сапрофитов. То есть, нормальную флору он не трогает почти. Почти. Потому что очень много лет уже этим занимаюсь. Смотрю посевы и чуть-чуть титр снижается. Лактобактерии. Но ненамного. Он же еще и является иммуномодулятором. Чем он хорош? Мягкий иммуномодулятор. Как я назначу обычно? По две капсулы два раза в день. И не забывать о половом партнере. Потому что, если высевается какая-нибудь инфекция, назначаете женщине лечение, она приходит к вам через какое-то время и говорит, да, было все хорошо, а теперь вот опять нехорошо. Первый мой вопрос, а мужа вы пролечили? Я его послала к венерологу. Ну, послать можно и дальше, но смысл какой. Экономит на мужьях. Поэтому пауды арка по две капсулы два раза в день не меньше 25 дней обоим супругам. Результат очень хороший. Плюс к этому ферменты на ваше усмотрение. Лучше всего протеазу, конечно, по две капсулы три раза натощак за 40 минут до еды. Если беспокоит выделение, у нас есть прекрасные препараты для спринцевания. И это, во-первых, коллоидное серебро. Вот местное я люблю коллоидное серебро применять. Да, потому что для спринцевания, для полосканий. Промывать можно что угодно. Уши, нос, горло полоскать. И в том числе и спринцевание делать, влагалищные. Как разводить? Чайная ложка на стакан воды. Кипяченый. Приятной температуры для женщины. Если много выделений, то лучше литр. Сразу. И не грушей, а кружкой эсмарха. Знаете, что такое? Одна чайная ложка на стакан. На стакан. На литр получится. Ну, 4-5, да. Спринцеваться больше 5 дней не надо. Достаточно бывает 3 дней. Если женщина беспокоит зуд, бывает, особенно при молочнице, да, при дрожжевых заболеваниях, то очень хорошо чайное дерево. 10-15 капель на стакан. И, соответственно, на литр получается у нас 40 капель. 3-5 дней, не больше. Вот параллельно с паодиарка, буквально с интервалом в одну неделю, ну, 1-2 недели, можно назначать сразу бифидофилус. Почему, объясню. Потому что если у женщины выделения плохие, скажем так, то нормальной микрофлоры там, как правило, нет. Она полностью отсутствует. Поэтому вы можете параллельно назначать бифидофилус. Почему? Потому что паодиарка не убивает сапрофитов. В отличие... Можно, но не сразу, с интервалом в одну-две недели. И если у вас женщина спринцевалась, особенно если спринцевалась серебром, то есть такой у меня прием, просто 2 капсулы на ложечку высыпать, они легко открываются, добавить там буквально 3-4 капельки кипяченой водички, чтобы густота сметаны была, чтобы женщина могла взять этот препарат, можно сказать, на пальчик чистый и после спринцевания, или уже, если надо, даже не спринцуется, в течение недельки прямо обработать влагалище. Ни на тампоне, ни на чем другом, просто это будет все в тампоне. Бифид, да? Да. Высыпаете порошочек на ложечку, добавляете 2-3 капельки водички. Бифидофилус? Да. Бифидофилус, да, наш. Любимый препарат. Чтобы вы могли... Ну, порошок, если она пойдет к гинекологу, да, можно просто по зеркалу его туда вдуть, мягко говоря, потому что это порошкообразный препарат, а так она иначе его никак в влагалище себе не сможет положить. Неделю достаточно? Вот в влагалище, ну, это буквально несколько дней, даже недели много будет. Почему? Потому что я вам объясню, то, что женщина получает в рот, бифидофилус, 80% у вас в влагалище будет его. Просто вот это первые буквально 2-3 дня, чтобы и тут заселить. Объясню, почему. Потому что лакта и бифидобактерии, вот если смотреть в электронный микроскоп, вот это будет стенка влагалища пищевого тракта, мочевого, мочеполового тракта, вот стенка слизистой, любой, во рту тоже самое у нас, то лактобактерии, они как палочки, да, палочковая флора. Они как чистокол, вот так выстраиваются по всей слизистой. И уже если там какая-нибудь гадость хочет проникнуть сюда, они ее не пускают. Если лактобактерий нет, то эта вся гадость сразу попадает в организм. Поэтому максимально заселить себя лактой и бифидофлорой, и болеть вы не должны. Так, что еще хорошо при воспалениях? Вот это очень благодарный, я бы сказала, контингент. Помните, когда-то была реклама вубензима? Спасибо, доктор, с букетом. Вот это как раз контингент, который вы должны лечить. Почему? Смотрите, вы назначаете сначала лопачу, энзимы, что еще? И флору, да, и флору. Вот этим пациенткам нужно расписать терапию на 3-4 месяца. Если орган воспален, яичники воспалены, функция гормональная у них нарушена? Конечно, нарушена. То есть гормонов будет меньше. То есть на реабилитацию вы можете дать ей циклическую витаминотерапию или циклическую фитотерапию. И плюс дать препараты генготукола. Почему? Потому что микроциркуляция в малом тазу улучшается, воспалительный процесс, естественно, и все недокисленные продукты, все лучше выводятся. Согласны? Второй месяц у вас приема, продолжается еще прием бифидофилуса. Добавляете генготукола. Добавляете циклическую либо витаминотерапию, либо фитотерапию. Как хотите. То есть витамины. Помните, какие фитотерапии у вас. Первую фазу идет Эфсис Дон Ква, во вторую фазу Дикий Ямс. Третий месяц у вас та же терапия остается, но уже заканчивается бифидофилус. То есть это небольшая материальная нагрузка для женщины. Обязательно эти курсы профилактически повторяются. Март, апрель, октябрь, ноябрь. И вот смотрите, в марте вы начали. Март, апрель, май закончили. Лето, как правило, женщины себя прекрасно чувствуют. Сентябрь прошел еще на витаминах, на летнем эмоциональном подъеме. Октябрь, ноябрь, декабрь пропили. И вот тут как раз тот момент, когда, спасибо доктор, женщины перестают болеть. А у нас как женщин лечат? Антибиотик, не помог, опять антибиотик, не помог, опять антибиотик. Сейчас ни один уважающий себя доктор не должен назначать третий курс антибактериальной терапии, если первые два оказались неэффективными. К сожалению, антибактериальная терапия сажает иммунитет и нарушает настолько микробиоциноз в организме, что потом годами их устанавливать приходится. Годами. Предминструальный синдром, интересно? ПМС, да, модный сейчас диагноз такой. Много у нас его, к сожалению, тоже. На самом деле ПМС бывает разный. Бывают отечные формы, бывают даже психогенные формы бывают. В принципе, причина одна. Есть гормональные состояния. Опять же, нехватка того же прогестерона. Поэтому смело можете назначать витамин Е с витамином С во вторую фазу этим женщинам. Или дикий ямс, или и то, и другое. Плюс, в зависимости от формы этого предминструального синдрома, либо это раздражительность, да, чаще всего раздражительность, нервозность. У вас есть прекрасных два седативных препарата. Это восьмерочка и HVP, да? Ну, в зависимости, я всегда считаю, если женщина за рулем, то лучше дать ей утром HVP без снотворного эффекта, а вечером восьмерку. За 10 дней до ожидаемой менструации. То есть, практически со второй фазы цикла вы начинаете витамин Е с витамином С и сразу даете седативные препараты. Очень хорошо дать полиенасыщенные жирные кислоты в этот же момент. То есть, омегу-3, глицетин. Что касается отечной формы ПМС. У нас есть с вами замечательный препарат Пептовид. Пептовид. Аминокислоты. Благодаря содержанию в них таурина, это та аминокислота, которая и вообще белки в целом, они выводят лишнюю жидкость из организма. То есть, вот при ПМС происходит перераспределение жидкости в организме. Она уходит в ткани. И чтобы вернуть в кровеносные руслы и заставить ее выделиться, вам нужны белки. Пептовид. По 2 капсулы 3 раза в день. За 10 дней до ожидаемой менструации. Что касается вашего вопроса. Миом матки. Мы будем говорить не только о миомах матки. Это вообще гиперпластические процессы. Гиперпластические процессы. Что это значит? Это гиперплазия эндометрия. Что такое эндометрия, я вам уже объясняла. Что это такое? Слизистая матки, конечно, которая отторгается. Она не должна разрастаться более, чем нужно. Сначала она разрастается больше, чем положено. А потом возникают полипы эндометрия. Что такое полип, наверное, все знают. Полипы бывают и в матке, и в кишках, и в гортане, и где угодно. Что такое полип? Представляете? Не представляете? Ну, наросты. Наросты слизистые. Бородавка, но внутри, скажем так. Что еще к гиперпластическим процессам относится? Эндометриоз. Ну, что такое эндометриоз? Это когда вот слизистая клеточка, которая является слизистой матки, эндометрия, попадает в другие органы и ткани. Очень неприятный процесс. Почему? Потому что он... Почему возникает, до сих пор неизвестно. Бывает врожденный эндометриоз, когда закладка такая идет. Ну, бывает, да? Вот как родимое пятно вот так же возьмет этот эндометрий и вырастет не там, где положено. Не в матке, а где-то в другом органе. Бывает это при забросе... Предполагают, что при запросе менструальной крови в брюшную полость, потому что матка с трубами соединена с брюшной полостью, бывает после родов, бывает после абортов такая ситуация. И чем это плохо? Тем, что, во-первых, эти все клетки эндометрии, они претерпевают те же изменения, что и в матке. То есть им там зреет этот эндометрий, ему надо куда-то отторгаться. А куда ему отторгаться, допустим, если он сел на брюшейку кишки? В брюшную полость. А что это вызывает? Огромный спаечный процесс. И что еще неприятно, что эти клетки могут размножаться так же, как опухоли. Они не злокачественные, но они могут прорастать. Ту же кишку, например, тот же мочевой пузырь. Поэтому болезнь очень неприятная. Что еще к гиперпластическим процессам относится? Вот миомы матки. Миомы матки. И как бы отдельно стоящие фиброзно-кистозная мастопатия и рак молочной железы. Тоже гиперпластические процессы. И вот вся эта группа заболеваний, которые, можно сказать, заставляют в основном прибегать к оперативному лечению женщин, они в основном считаются так, что они развиваются на фоне повышенного содержания эстрогенов. Женских половых гормонов, эстрогенов. То есть, опять же, нехватка прогестерона. Раз. И, к сожалению, вот у нас из аллопатических препаратов, которые могут снизить уровень эстрогенов, на сегодняшнее время используется только тамоксифен. Препарат, у которого в побочных действиях написано, как побочное действие препарата, возникает вторично рак прямой кишки и матки. Побочное действие такое, легкое побочное действие. Но, тем не менее, вот до сих пор, буквально на прошлой неделе у меня была женщина, которую оперировали по поводу ЦР молочной железы. Рак молочной железы у нее был. Ей назначен был тамоксифен. А у нас есть с вами прекрасный препарат, индол-3-карбинол. Совершенно безвредный, совершенно без всяких противопоказаний и без всяких побочных действий. Производная крестоцветных и ламинарий. Индол-3-карбинол. Ешьте больше зелени. Но поскольку 2 килограмма зелени нам не съесть в день, а это всего лишь одна капсула индола. 2 килограмма. 2 килограмма. Зеленой зелени. Крестоцветные, это что у нас? Салаты в основном. Салаты и капусты. Да. Салаты и капусты. Поэтому американцы своих детей печкают брокколи. Как принимать? В зависимости от заболевания. Минимальная терапевтическая доза – это одна капсула два раза в день. Профилактическая доза – одна капсула в день. Препарат удивительный. Я вам могу сказать, что болевой синдром фиброзно-кистозной мастопатии проходит на первом месяце приема. При гиперплазии эндометрия, мы обычно рекомендуем выскабливание женщинам, за 2-3 месяца приема эндотрикарбинола гиперплазия уходит. Полипоз сложнее. Почему? Потому что полипы бывают разные. Если они железистые, если они из той же ткани, что сам эндометрий, они уходят. Если он фиброзный, то есть уже пророс соединительной тканью. Он, конечно, не уйдет. Там нужно сначала выскабливание, а потом 3 месяца, как правило, эндола. Я так назначаю. Миомы матки. Тут в зависимости от величины этой миомы и от возраста женщины. Конечно, очень интересно посмотреть хотя бы эстрадиол крови до лечения и во время лечения. Я обычно так делаю. Я смотрю эстрадиол до лечения и через месяц на фоне приема двух капсул. И в зависимости от уровня эстрадиола я уже назначаю больше или могу даже одну снять капсулу. Тут, конечно, хорошо под контролем гормонов посмотреть. Через месяц повторяю гормон крови, да. Лечение, конечно, длительное. Я не могу сказать, что всех вы, женщина, оздоровите месячным приемом эндола. Нет. Но могу вас даже порадовать тем, что у меня была женщина как-то с периферии. Она так после лекции пришла ко мне на прием. И у нее было множественное миомы матки. Очень много было узлов. Там миома была, наверное, недель на 14 как минимум. Но она купила эндола столько, сколько у нее было денег. Она купила, по-моему, 4 упаковки. Нет, больше, наверное. В общем, она приехала ко мне через 8 месяцев. Она пила по одной капсуле в день. Женщина молодая. Ей еще 42 года было. То есть еще считается репродуктивного возраста. У нее все эти узлы уменьшились ровно в 2 раза. Она принимала одну капсулу в день, потому что она таким образом растянула. Да, вот на год лечения. На 4 упаковки она купила. Вот вам действие эндол-трикарбинола. То есть такие вот яркие как бы примеры. Они говорят, насколько это хороший препарат. Мало того, эндол-трикарбинол еще единственный препарат, который, сейчас умную фразу скажу, который является единственным доказанным фактором апоптоза клеток, пораженных вирусом папиллома человека. Сейчас знаете, что, да, очень благо лабораторные возможности у нас расширяются. Всех женщин проверяют сейчас на вирус папиллома человека. Их очень много, этих вирусов, уже типов, я не знаю, больше двухсот. Какие-то являются онкогенными, какие-то неонкогенными. Что значит онкогенный, который вызывает рак шейки матки? Вот единственное, что заставляет эти клетки фактора апоптозы уничтожаться, да, это как раз эндол-трикарбинол. Никаких пока специфического лечения противовирусного, именно против вируса папиллома человека нет. Очень много голов ученых работает над этим, как бы, над лечением этого заболевания. Но пока вот единственное доказано, что именно эндол-трикарбинол является тем препаратом, который воздействует на клетки, пораженные вирусом папиллома человека, заставляя их умирать. Ну и вот здесь не знаю насчет полового партнера, потому что как-то вот о мужчинах нигде не говорится. Но я думаю, что, не знаю, насколько целесообразно их лечить, но гарантировать, что не будет повторного заражения, конечно, мы не можем. Да, то здесь уже просто защищенный секс, и никак иначе. И никак иначе. Что касается хронических воспалительных заболеваний, это я вам сказала, да, что мужчин надо лечить тоже обязательно. Вот что касается миоматки, да, то, что вы спрашивали. Оперативное лечение здесь зависит от того, какие узлы, где они находятся, какую они симптоматику дают, и целесообразно ли лечиться консервативно или оперативно. Это уже решает доктор. Еще очень осторожными вам нужно быть в плане лечения фиброзно-кистозной мастопатии. Никогда не беритесь за лечение, если это отдельное какое-то уплотнение в молочной железе. Если это диффузное поражение двухстороннее обеих молочных желез, пожалуйста, лечите. У вас еще есть замечательный к этому препарат. Добавить к эндол-трикарбинолу у вас есть брест-комплекс. Да, брест-комплекс. В сочетании они прекрасно работают. Брест-комплекс дается по одной капсуле два раза в день. Тоже на 3-4 месяца. Я говорю, уже на первом месяце приема женщины вздыхают, потому что уже боль не беспокоит их перед менструацией. Обычно же прежде всего вот болевой синдром. При эндометриозе то же самое, при очаговом. Начинает женщина принимать эндол-трикарбинол. Все проходит. При обильных очень менструациях, при миомах матки, менструации сокращаются по количеству дней и по интенсивности. То есть вот когда только первый месяц приема эндол-трикарбинола, женщины прямо вот оживают. Вы это поймете, когда будете им давать эндол-трикарбинол. То есть этот препарат свои деньги оправдывает более чем. В непрерывном режиме. В непрерывном режиме. Аналог мне очень понравился. Приходят ко мне производители и предлагают работать с эндинолом. Отечественный препарат. Он пришел на наш рынок лет 12 спустя после появления американского эндол-трикарбинола. И говорят, вы знаете, у нас такой ноу-хау. Вот у нас три кафедры нашего университета, кстати, теперешнего, первого меда, бились над изготовлением вот такого препарата. У нас такой уникальный препарат, называется эндинол. Вот. Но они вместе с головитом его сочетают. Но вот по цене получается гораздо не дешевле, потому что нужно пить там минимум три капсулы, лучше шесть они назначают. То есть вот ценнообразование, конечно, там не продумано тоже до конца. Сразу вам скажу, что эндинол работает гораздо хуже. У меня просто есть коллеги, которые приверженцы наших препаратов, отечественных, работают значительно хуже. Такого эффекта, конечно, нет. Эндол-трикарбинол – замечательный препарат. Это кисты. Кисты. Вот что касается молочных желез, вот тоже и касается кисты яичников. Киста яичника – это гормонально активный орган. Любую кисту яичника больше трех месяцев ни один уважающий себя гинеколог наблюдать не будет. То, что говорят, вот она рассосется. Правда, у меня была коллега, которая уверяла, что эндометриоидные кисты рассасываются при назначении эндол-трикарбинола. Я, честно говоря, ни одной такой больной не видела. Три месяца можете дать эндол-трикарбинол, но не более. Потом оперируете женщину. Как правило, кисты яичников… Единственное, что уходит кисты яичников, они и так сами уйдут. Фолликулярные кисты. Что такое фолликул, вы представляете? Это из чего зреет яйцеклетка. Вот он растет, растет, растет. Бывают персистирующие фолликулы. Вот он растет, но не лопнул он в силу каких-то обстоятельств. Как правило, дисгормональных обстоятельств. Какого-то гормона не хватило, он не лопнул. А раз не лопнул, значит растет, растет и имеет вид кисты. Потом он начинает регрессировать в связи с менструальным циклом изменения гормонов. Он уменьшается, уменьшается и рассасывается. Вот такие кисты, но их называют все равно киста фолликулярная кистовичника. Из фолликула выросшие. Они гладкостенные, они имеют больших размеров. Бывают даже больших. Бывают до 6 сантиметров. Ну вот если такую женщину, наверное, каждый гинеколог вам скажет, если ее на кресле посмотреть, в момент, когда перерастянут фолликул, он под руками этот киста может лопнуть и уйти. И ничего с женщиной не случится, если только в капсулу кисты не попадет сосуд, который даст кровотечение внутреннее. Они лопаются, бесследно рассасываются, жидкость всасывается в брюшной полости и все. А все остальные кисты, даже мы смотрим, что кисты тонкостенные, но если есть пристеночный компонент, как мы называем, ну вот киста, а здесь какая-то шероховатость на стеночке, только оперативно. Потому что рак яичника – это заболевание молодых женщин. И женщины сгорают за несколько месяцев. И сколько угодно таких случаев. И даже девочки. Поэтому вот с кистами яичников не играйтесь. Так же, как и с молочной железой. Тоже гормонально зависимый орган, не надо. Лучше покажите специалисту. Ну, еще, может быть, имеет смысл, я не знаю, бывают у вас такие, ну, наверное, встречаются такие. Посткастрационный синдром еще. Что такое кастрация? Посткастрационный синдром. Особенно вот у молодых женщин, вот как раз которых оперируют по поводу рака яичников, им удаляют все, как правило. То есть яичники удаляют полностью. И либо лучевую терапию проводят с тем, чтобы... Ну, лучевая есть кастрация, да, практически убивают лучами всю ткань яичника. Или хирургически женщины оперируют, убирают яичники. И чем женщина моложе, тем у нее тяжелее это постоперационное состояние. Иногда настолько тяжелое состояние, что женщины из-за этих приливов готовы жизнью покончить. Такие тоже случаи, к сожалению. Случается, что снимают с окон женщин. И, как правило, онкологи боятся им давать гормональную заместительную терапию. А вот мы как раз можем дать им свою терапию, да, потому что фитотерапия в таких ситуациях не противопоказана. И в этой ситуации лучше всего дать дикий ямс. Дикий ямс. Иногда можете начать с шести, с восьми капсул в день. Главное снять у нее вот эти приливы. И когда у женщины это состояние ее общее улучшится, вы можете потихонечку снять, довести ее до двух капсул в день. Количество капсул уменьшать, допустим, по одной капсуле в три дня убирать. А терапия это пожизненная. Пожизненная. Как давать дикий ямс? 20 дней даете, 10 дней перерыв. Если женщина не выдерживает этих 10 дней, пусть этот перерыв будет короче. Со временем удлинять его. Сначала 3 дня, потом 4, потом 5 дней. Вот перерыв между приемами. Почему надо обязательно делать перерыв? Почему я никогда циклическую витаминотерапию или фитотерапию не даю в непрерывном режиме? Серьгу повесили, вы ее сколько-то слышите, потом вы ее не слышите. Рецепторы уже привыкают к этому давлению. То же самое с органами получается и тканями. Одну дозировку даете, даете, даете. Чтобы потом получить то же действие, нужно добавлять дозировку, увеличивать. Чтобы дозировку не увеличивать, вот такие трансмиссирующие курсы. Это касается любой терапии. То есть вывести на такой режим, допустим, или 25 дней. Почему я обычно беру 30 дней? Потому что легче всего женщинам отслеживать календарные дни. Вот она, допустим, с 1 по 10 не пьет, с 10 по 30 пьет. Или с 1 по 5 не пьет день. То есть вам ваше лечение нужно приблизить к физиологическому ее состоянию. А менструация всегда наступает на спаде всех гормонов. Почему вот я говорю, и циклическую витаминотерапию, и фитотерапию не дают. Вы обратили внимание, да, с 26 по 5 день ничего не назначаю. Потому что мы тем самым следуем как бы физиологии. Вот как оно должно быть. То же самое и с постканстрационным синдромом. Естественно, тут очень хорошо добавить восьмерку. И тоже можете дать в большой дозировке. Можете 4 капсул смело дать. Хуже вы не сделаете. А потом потихоньку снять, оставить, допустим, только на ночь. Вот восьмерка с диким ямсом, они очень хорошо сочетаются. Что касается любого послеоперационного периода, то ваши коктейли, витамины, минеральные комплексы никогда никому не повредят. Климактерический синдром. Что касается климакса. Нам не страшно отсутствие менструации, да, а страшны последствия климакса. А что именно? Прежде всего, нарушается состояние сердечно-сосудистой системы. Почему? Потому что вот те самые эстрогены, которые вырабатывают яичники, предохраняют наши сосуды. И начинается повышение артериального давления, прединфарктные состояния, инсульты. Вот возраст после 50 лет, конечно, он тревожный возраст. Второе осложнение, которое мы боимся, это остеопороз. При нехватке эстрогенов кальций начинает вымываться из костей и приводит, как правило, к перелому. Причем очень часто к перелому чего? Шейки бедра. И женщина становится инвалидом. Хорошо, если она найдет возможность эндопротезирования. Да, то есть заменить сустав. А если нет, то это, как правило, очень длительный процесс. Это очень длительный процесс заживления. И третье осложнение, которое мы боимся, это недержание мочи. Тоже связано с дефицитом эстрогенов. Почему? Потому что вот сам сфинктер мочеиспускательного канала, который в мочевом пузыре, не наружный, а внутренний сфинктер, он находится на так называемом треугольнике Лангенгарса. Такой треугольничек. Там особая ткань. Эта ткань напичкана как раз рецепторами, который, тонус, который держат именно эстрогены. Что касается заместительной гормонотерапии. Очень к ней неоднозначное отношение у врачей. Вот как-то в старой Европе уже отходят от гормональной терапии. У нас, конечно, это все растягивается. У нас где-то медицина отстает лет на 20 точно. Было на 30, сейчас, может быть, на 20. Конечно, фирмы, которые распространяют гормональные препараты, они очень активно их пропагандируют. Но у всех разные к этому отношения. Лекторы, которые у меня, подруги мои, профессора, которые ездят по регионам, читают лекции о гормонах, о заместительной гормонотерапии. Они всячески за, что это предохраняет и от того, и от первого, и от второго, и от третьего. И это продлевает качество жизни у женщин пожилого возраста. Но, тем не менее, ну не знаю, сами они пьют или нет. Я лично не пью гормон. Вот, потому что дикий ямс, дикий ямс, это та самая любимая травка, которую, я считаю, всем надо пить в климаксе, который предохраняет и от сосудистых нарушений, и снижает уровень холестерина, и не вредит, что самое. Да, у нас основная заповедь медицины, какая всегда была, не навреди, не навреди. Так вот, ямсам, конечно, навредить невозможно женщине. Нет, прерывистым, почему же не прерывным? Я вам говорила, что надо приближаться к физиологии. 20 дней пить, 10 дней не пить. Пить нужно, ну, мне хватает одной капсулы. Одной, на ночь я пью. Что касается остеопороза. Ну, здесь вот так, здесь необязательно дикий ямс в чистом виде, да? Если у женщины приливы, выраженные приливы, есть такая категория женщин, назначаешь им дикий ямс, но не снимает. Лучше дать обязательно с восьмеркой сначала, да? Вот когда женщина приходит, может быть, даже и менструации там у нее бывает, там, две-три менструации в год. Или путаются только менструации, но вот замучили приливы. Вот в такой ситуации давайте дикий ямс. Если у нее сохранен менструальный цикл, только во вторую фазу. Если уже нет менструации, значит, 20 дней даете. Ну, может быть, даже 25 дней дать, 5 дней сделать перерыв. Потом это немножко растянуть время между приемами. А к этому обязательно добавить восьмерку. Причем первый раз, когда вы даете дикий ямс с восьмеркой, надо так, чтобы вот этот промежуточный период между ямсом, перерыв, был перекрыт восьмеркой. То есть если вы дикий ямс даете на 20 дней первый раз, то восьмерку дайте обязательно на 30 дней. Понятно, да? Чтобы вот перекрыть этот промежуток без дикого ямса восьмеркой. Если у женщины 5 лет уже нет менструации, у нас есть еще замечательный один препарат. Нет. Какой еще есть? Си-Х, правильно. Отличненько. Си-Х. Си-Х. Русская С и Х. Тоже давайте прерывистыми курсами. Начинайте всегда с одной капсулы. Если женщина при этом будет себя хорошо чувствовать, вторую можно не добавлять. И очень это выгодно, потому что любая пенсионерка может себе купить 100 штук. Это на 5 месяцев за 500 рублей. Уж 100 рублей в месяц на себя любая бабушка может истратить. Терапия пожизненная. Тоже прерывистая? Прерывистая? Конечно, прерывистая. Что обязательно еще нужно помнить в климаксе? Что касается остеопороза. Женщина в климактерическом периоде должна получать 1200 миллиграмм кальция в день. У нас есть замечательная книжечка Новикова Александр Филиппович, касающаяся остеопороза. Там все наши, вы знаете, препараты в кальции у нас море. У нас есть кальций магний хилат, у нас есть остеопласт, у нас есть коралловый кальций. То есть можно, у нас еще есть бонси, и иногда его нужно пить, потому что иногда просто то, что мы можем из органики получить, гораздо лучше усваивается, чем из неорганики. Хотя надо сказать, что вот даже кальций магний хилат, это хилатное, то есть белково связанное образование, это самое легко усвояемое для организма. Потому что глюканат кальция, можно килограммами есть, он не усвоится у вас. Ну что такое 1200 миллиграмм? Вы можете посчитать, сколько нужно чего, исходя из этого количества. Ну и плюс кисломолочная диета. Желательно 200 грамм творога ежедневно. Да, пачка творога в день, да. Вы знаете, вот во время беременности я, например, не могла творог есть. И мама моей подружки мне сказала, она, кстати, тоже доктор была, правда, хирург, царство небесное. Она мне сказала, ставите литр молока кипятить. Пеночка подходит, выливаете туда литр кефира. Ну, желательно вот эти пятидневного хранения, да, то есть самые дешевые варианты. И сразу отбрасываете на ситечко, на марлечку. Вот это ваша дневная норма. Там получается вот где-то с кулачок этого творога, он пресный, он не кислый, он мягкий, его приятно съесть. Добавки туда любые. Хотите с клубникой, хотите с медом, хотите с чем хотите. Хотите с ТНТ, тоже замечательно. Да. Кстати, вот что касается коктейлей, вот я тоже своим женщинам говорю, это так уже из практики. Когда они говорят, а с чем смешивать? Я говорю, вы должны взять столовую ложку, насыпать туда ТНТ или Нутриберна, чуть-чуть смешать с кефирчиком, с водичкой, с молочком, с соком, с любым. Вот с чем вам вкусно, с тем и пейте. Главное, чтобы внутрь попало. Хоть так ложку сухую и запейте водой. Все равно как. Лишь бы внутрь попало. Так, что мы еще с вами не рассказали? Значит, мы сказали с вами, вот недержание мочи практически при употреблении дикого ямса проходит это состояние. Да. Про, кстати, вот что касается остеопороза. Пока еще женщины молодые, вот американки начинают это профилактировать с 30 лет, когда у них хорошая гормональная еще насыщенность, и они занимаются активно спортом. И при этом у них кальциевая диета плюс препараты кальция. Они накапливают кальций, особенно это вас касается. Вот девушки в зеленой кофточке, да, потому что вы очень изящная женщина. А вот такие статуэточки, как вы, вот у них, как правило, вот с остеопорозом, да, вы не дружите. Поэтому нужно обязательно кальций депонировать. Да, то есть физическая нагрузка плюс кальций плюс кальциевая диета. С 30 до 35 лет они все этим занимаются. А потом просто поддерживают, потому что после 50 кальций только вымывается. Он уже не накапливается в костной ткани. Так, что мы еще про климакс не сказали? Наверное, все сказали. А, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, об этом уже сегодня говорила. Гинго-белоба, год укола, март-апрель, ноябрь. Октябрь-ноябрь, а лучше больше. И дольше. Так, вопросы ваши. Вы знаете, что, значит, у меня один гинеколог сказал, что якобы вот это еще не держание мочи бывает только тогда еще, когда рвется какая-то связка природы, которая поддерживает, видимо, маску. Это опущение тогда? Нет. При опущении стенок влагалища никакая связка там не рвется при родах. Просто она растягивается. Она растягивается. Растягивается весь связочный аппарат. Во время беременности больше, чем в родах. Вот. Просто женщины не носят бандаж, поэтому такое может быть. После родов нужно себя восстанавливать. Вот. Есть бандажи специальные, но главное это физические упражнения. Все упражнения на поднятии ног, пожалуйста. И самое хорошее, простое упражнение при недержании мочи. Втянуть и расслабить задний проход. Сидя, лежа, стоя, в метро, где угодно. Скажите, а вот из линдов, вот понимаете. То что? Может быть сюда же мы гриппань можем добавить? Да куда угодно можно добавить антиоксиданты. Антиоксиданты можно всегда добавить. Про эрозию? Эрозия шейки матки. Можно про эрозию спросить? Я считаю, что эрозию надо лечить лазером. Лазер вапоризации. И бывают такие воспалительного характера эрозии, но они, как правило, все-таки гормонального характера. Нерожавшим женщинам, почему лазер? Потому что, нерожавшим женщинам тоже рекомендую, если они в ближайшее время не собираются беременеть. Почему лазер? Потому что гольмиевый лазер, он не оставляет рубца на шейке матки. Можно и нерожавшим женщинам, и рожавшим. Можете добавить, очень я люблю, кстати, при хронических заболеваниях воспалительных, я даю всегда кошачий коготь. Кошачий коготь. А хронический, да? Да, хронический. И что касается кошачьего когтя, единственное, что он у нас с эхинацеей вместе, поэтому, да, 10 дней каждого месяца можно давать. То есть не больше 10 дней в месяц можно дать. О недержании мочи я сказала, будете дикий ям спить, уйдет это. И зарядка. Спасибо большое. На здоровье.